Появление российского БПЛА элитного класса Мали является значительным достижением нашей страны в области беспилотных технологий. Орион – первый отечественный средневысотный БПЛА большой продолжительности беспосадочного полета. Мы имеем данные закрытые, которые я озвучивать не буду. Есть данные открытые, которые касаются экспортной версии аппарата. Так вот, экспортная версия нашего БПЛА, она совершенно официально заявлена, имеет возможность держаться в воздухе 30 часов. Не 24, 30. При этом нужно учитывать такую нашу отечественную особенность еще с советских времен, что экспортные варианты образцов нашего вооружения, как правило, имеют заметно урезанные ТТХ по сравнению с теми образцами, которые идут на вооружение вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому, если там 30 часов, то это вполне может обернуться 40, там, у того, что есть в наших войсках. Они неуязвимы, например, для ПЗРК. То есть их эшелон, их предельная высота полета, она позволяет работать вне зоны досягаемости ПЗРК. Взлет и посадка беспилотника может осуществляться на любых маломальски оборудованных площадках. На серийном Орионе устанавливается российский двигатель АПД-120 мощностью 120 лошадиных сил, который позволяет развивать скорость до 200 км в час. Орион – это профессиональный разведчик, предназначенный для ведения оптико-электронной, радиолокационной или радиотехнической разведки. Установленный на нём многофункциональный РЛС МФ-2 может обнаруживать вражеские самолёты на расстоянии 160 км. Орион видит все активные РЛС, локации средств связи и объекты РЭП противника, а электронной оптикой с тепловизором может и днём, и ночью наблюдать за их происходящим на местности, при этом оставаясь вне действия систем РЭП противника, потому что основную часть полёта Орион проводит в автоматическом режиме. А на высоте более трёх километров он не слышен и не виден находящимся внизу бойцам. По своим характеристикам, Орион сопоставим с турецким Байрактаром ТБ-2, который способен нести до 150 кг боевой нагрузки. Для тяжёлых и средних беспилотников в России разработан целый ряд управляемых или неуправляемых сбрасываемых боеприпасов. Орион может нести 6 20-килограммовых бомб или 3 50-килограммовых. Но особенно эффективным оказалось применение Орионом ракет-воздух-земля в виде четырёх установленных на нём фтуров «Корнет». В настоящее время «Корнет» является самым мощным средством в борьбе с бронетехникой. На расстоянии до 10 км его ракета может уничтожить любой тяжёлый танк, пробивая гомогенную броню толщиной до 1200 мм.